Всем привет! Это Сарафанка, с вами Роман Калымажнов. Листаю астраханские паблики, чтобы найти для вас самое интересное. Ух, что дальше будет? Сегодня расскажу про таинственную рыбу, поймаем воришку и узнаем, кто виноват в разрушении тротуара. Готовы? Начинаем! Начнем с новости, которая облетела все паблики. В Астрахани ищут водителя, повредившего тротуар на улице Николая Островского. Неизвестный водитель выехал на тротуарную плитку и привел ее в негодность. Под весом автомобиля, предположительно это был грузовик, плитка просела и на пешеходной дорожке образовалась глубокая колея. Нормально делать надо, пишет один из пользователей, на что получает резонный ответ. Тротуарная дорожка не рассчитана на проезд тяжелой техники. А зачем вообще эта плитка? Чтобы каждый год ее перекладывать? После зимы вся плитка отстает и начинает гулять. Есть и такое мнение, но могу сказать. Лично там хожу, никогда ничего не отстает и никуда не гуляет. И пока в интернетах обсуждали события, на месте происшествия велась работа. Тротуар был оперативно восстановлен. Уже сегодня рабочие демонтировали поврежденное покрытие и уложили новую плитку на участке. Его зачистка от наростного грунта будет проведена в ближайшее время, сообщили в администрации Астрахани. Неожиданно все события вдохновили астраханца на творчество. Ищет вся мэрия, ищет полиция, ищут фотографы в нашей провинции, ищут давно, но не могут найти парня на фуре лет 20. Среднего роста, плечистый и крепкий, разворотил плитку быстро и метко. Знак хулиган на стекле у него. Больше не знают о нем ничего. Но и это еще не все. Тут начинается самое интересное. А вот и виновник. Это мы все астраханцы. Вот такая ситуация. Как дело будет развиваться дальше? Если что-то будет, обязательно расскажу. Таинственная рыба. То ли есть она, и ее все ловят, то ли нет. И что мы тогда ловим? Ох, почти каждый астраханский рыбак считал, что однажды ловил буфало. Но, как выяснилось, это иллюзия. В регионе буфало не водится, они просто не прижились. Рыбаки, по словам сотрудников астраханского заповедника, путают этот вид с другими рыбами. Как рассказали эксперты, в астраханской области буфало пытались вселить в местные водоемы, но вид не прижился. За несуществующего вселенца могут принимать серебряного и золотого карася. Так что там пишут в комментариях? Я всегда говорил, это карась. Вообще-то все знают, что это не буфало, а гибрид. Ее называют гибридом из-за того, что буфало смешалось с местным карасем, и родился гибрид, которому нет названия. Поэтому всю жизнь ее называли гибрид. И только приезжие называют карп серебристый. А буфало это банально из-за смеси. Не знают, какой рыбак этого не знал. Если даже из Сибири приезжают люди, и те знают. В целом, как говорится, не трагедия, но тут у людей вот и драматичнее есть история. Я с женой чуть не развелся из-за спора и из-за того, что в городе называют буфало или карась, а в черном яру гибрид. Я за 33 года жизни в первый раз услышал название гибрид и был в шоке, когда в конце апреля пошел на Волгу воблы поймать. А мне сказали, что она тут не водится. И мой мозг взломался, когда жена красноперку назвала воблой. А вообще в комментариях пишут, что мыл, это не новость. Вообще и всем давно все известно, и что такие сообщения чуть ли не каждые полгода появляются. И вот только сейчас понимаю, что возможно я о несуществующей буфало уже рассказывал. Упс. Ого, вот это да. С виду порядочная девушка зашла в магазин, но ничего себе не приглядела там. И собиралась уже покинуть магазин, как вдруг ее окрикнула кассирша. Иди сюда. Да какая разница? Большая. В целом, всеобщую реакцию можно наглядно изобразить вот так. Зачем так много? Срок себе на ровном месте нашла дуреха. Там не так все сурово. Штраф и исправительные работы. Если, конечно, сумма кражи не превышает две с половиной тысячи рублей. Ладно бы продукты, я бы поняла. Голод, как говорится, не тетка. А тут одна парфюмерия. Друзья, на этом у меня все. С вами была Сарафанка и я, Роман Коломажнов. Увидимся, как всегда, после выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok